После матчевой пресс-конференции Родина М. Тверь, главный тренер команды гостей, Пиревков Михаил Юрьевич. Михаил Юрьевич, Ваш комментарий по игре? Ну, довольно-таки, скажем, качественная игра, с нашей стороны, я считаю, в первом тайме, во втором. Единственное, то, что расстраивает, конечно, это нереализация моментов, которые создаем. Что в первом тайме были хорошие моменты, и во втором, конечно, два стопроцентных момента мы не реализовали. Вот это, конечно, расстраивает. Но ничего, и в раздевалке сейчас ребятам сказал, что бывает такой период, знаете, как кетчуп, его вроде трясешь, он не выходит. Но потом все равно его прорвет, прорвет, это уже и было с нами до этого, не шел мяч в ворот, а потом все-таки мы прорвало, и ребята раскрепостились и начали забивать. Так что все нормально. Я думаю, следующие игры прорвет их. С чем связано такое большое количество желтых карточек в матче? Ну, вы знаете, что соперник, что мы хотели победить, единоборство. Я считаю, нормальный уровень единоборств был, судья контролировал ход игры, как бы нормально, как бы ничего такого. Ну, все, по делу. Седых волос прибавилось по дополнительному времени? Оно, знаете, как в тренировках тоже прибавляется. Седые волосы. Так что это нормально, это все нормально, наша, скажем, тренерская участь. Удалось ли посмотреть Москву? Ну, вы знаете, я сам живу в Москве уже давно, так что мне не смотреть отсуток не надо. А как тогда добираетесь до Твери каждый раз? Нет, мы там живем, как бы, когда есть выходные, возвращаюсь домой в Москву, так что с этим проблем нет. После матчевой пресс-конференции «Родина М-Тверь» главный тренер команды хозяев Игорь Викторович Рябов. Игорь Викторович, ваш комментарий по игре. Получилась хорошая игра, интересная. И спасибо ребятам за самоотдачу. В первом тайме, конечно, могли забить гол и не один, но это футбол, темно, интересен. Не хватает немножко остроты впереди, не хватает забитых голов. Ну, на это будем работать. Во втором тайме, конечно, когда подавали последние два угловых, чуть не пропустили свои ворота. Ну, разберем матч, сделаем выводы, будем идти дальше, работать. С каждым следующим матчем играем все лучше, но пока не приходят победы. Вот что вот, где вот этот вот? Да, нам тоже, конечно, хочется победы, потому что, сами знаете, что без побед это психология в первую очередь. Я думаю, каждый футболист хочет победить, каждый футболист хочет выиграть матч. Но, как сказать, я же еще повторюсь, что сказал, не хватает остроты. Ну, мы над этим работаем, я думаю, все будет хорошо. Ближайший выезд, относительный выезд, потому что играем рядом в Долгопрудном. Насколько изучали, не изучали команду, что скажете? Ну, мы, конечно, к каждой команде готовимся постоянно. То есть, разбираем команду, смотрим, анализируем, какие у них хорошие действия. Так же самое мы стараемся каждого соперника разбирать детально. И от этого строят тренировочные процессы и подготавливаются к игре. Я думаю, что следующий матч будет уже более такой положительный со стороны результата. Будем стараться. Ну, и больше будем работать в тренировочном процессе над реализацией моментов, над созданием. То есть, больше делать те действия, которые приводят к забитым головам. Продолжение следует...